Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет. Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, если вы ещё нет, чтобы не пропустить новые интересные видео. Сегодня я для новичков расскажу о важных вещах про юниты в Сидмерс Цивилизейшн 6. В игре используется механика 1 боевой юнит на 1 тайл. То есть вы не сможете, например, на 1 тайле держать 4 кавалеристов или 2 копейщиков. Но есть так называемые 4 слоя юнитов. На 1 тайле могут одновременно находиться боевой юнит, гражданский, религиозный и торговый. То есть боевые юниты не мешают, например, рабочим, а миссионеры не мешают, например, торговым караванам. У военных юнитов есть зона контроля. Они, кстати, для удобства подсвечиваются эдакими красными треугольниками. Зона контроля работает просто. Если юнит вошёл в зону контроля, а она может состоять из нескольких гексов, то выйти из неё нельзя. Оставшиеся очки перемещения можно потратить только на атаку или повышение. Сухопутные зоны контроля не влияют на морские, а также реки ограничивают зону контроля. Кроме того, зоны контроля есть у городов и военных лагерей. Военные же юниты разделяются по типам, по принципу «камень-ножницы-бумага». Так, например, юниты ближнего боя имеют бонус к боевой мощи против антикавалерийских юнитов. Антикавалерийские же юниты, не поверите, имеют бонус против кавалерийских юнитов. Осадные юниты имеют бонус против морских юнитов и, конечно же, при атаке города. Лёгкая кавалерия, тяжёлая кавалерия не имеют каких-либо бонусов против других юнитов, но при этом они игнорируют любые зоны контроля. Юниты дальнего боя тоже не имеют бонусов, зато они могут стрелять, наносить урон издалека. Правда, если до них доберётся вражеский рукопашный юнит, то тут начинаются проблемы, потому что у стреляющих юнитов защита от ближнего боя меньше. Кроме того, стреляющие юниты имеют штраф при атаке морских юнитов. Кстати, среди морских юнитов есть так называемые рейдеры, каперы, подводные лодки, которые, во-первых, могут грабить побережье соперника, а во-вторых, не видны на карте, только если вы не подойдёте в соседнюю клетку. И, наконец, авиация — это единственный юнит в игре, который может находиться в стеке, то есть несколько юнитов одного типа могут быть на одной клетке. Правда, имейте в виду, для их постройки необходим аэродром, так как город без аэродрома не может строить воздушные юниты. В каждом центре города может содержаться один самолёт. Также существуют юниты поддержки — таран, осадная башня, медик, беспилотник, зенитная пушка и так далее. Сами атаковать они не могут, зато дают различные бонусы окружающим юнитам и, соответственно, могут находиться с военным юнитом на одной клетке. Обратите внимание, что юниты можно не только строить, но и покупать за деньги, а также за веру, если построить в правительственной площади здание Часовни Великого Магистра. Кроме того, гражданские юниты можно покупать за веру, если взять устремление монументальность при выходе в Золотой Век. Надеюсь, теперь вам понятнее, как работают юниты в Шестой Цивилизации, и вы станете играть лучше. Однако, если вам требуется более глубокий анализ, рекомендую посмотреть два моих плейлиста, ссылки на которые есть в прикреплённом комментарии к этому видео. Во-первых, часто задаваемые вопросы по Сидмейер Стивилизейшн 6, а во-вторых, гайды и руководство по Сидмейер Стивилизейшн 6. На этом всё, играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своём экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok